Вы заметили у себя выделение. Когда бить тревогу? Давайте сегодня разберемся, какие же выделения должны вас натолкнуть на поход к врачу, на сдачу анализов. Это очень важно. Поэтому обязательно смотрите сегодняшнее видео. Также, друзья мои, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Я очень рада каждого из вас видеть. С вами Ольга Придухина. И сегодняшняя тема очень актуальна в нынешнее время. Почему? Потому что количество половых инфекций ежегодно растет. И многие из вас даже иногда не догадываются о том, что у вас есть та или иная инфекция. Почему? Потому что многие привыкли бесконтрольно принимать препараты, антибиотики, препараты антисептические для того, чтобы почувствовали себя плохо, выпили таблеточку. Соответственно, получается то, что вы как бы вот эти признаки убираете. То есть они, получается, маскируются. И если нет симптомов, это не значит же, что нет инфекций. Или они какие-то слабые. Вы не обращайте на них внимания. Второй очень важный момент, на который надо обратить внимание, что раньше считалось, что половые инфекции это что-то вот прямо крайне страшное. Это кожно-венерологический диспансер, там тебя ставят на учет. И, конечно же, все этого очень сильно боялись. И многие могли там мучиться, иметь симптомов огромное количество и не обращаться к врачу. Знаю, что до сих пор вы пытаетесь самостоятельно найти лечение в интернете, забиваете те или иные симптомы, вам там выходит какое-то заболевание, и вы пытаетесь его самостоятельно там как-то пролечить, используя в том числе различные народные методы. Это абсолютно неверно. И вы должны понимать, что только после сдачи лабораторных анализов, после того, когда придет конкретно результат, мы можем сделать вывод о том, какой у вас возбудитель и, соответственно, какая у вас инфекция. Инфекция и ее пролечить. Это крайне важно. Просто вот по симптомам, да, мы можем подумать, мы можем задуматься, но 100% конечно же пролечить и излечить мы ее не сможем, пока не будет четких результатов. Это тоже важный момент. Так вот, какие же выделения должны вас насторожить? Любые выделения, когда у вас появляются, должны насторожить. У мужчины в норме вообще не должно быть выделений. Как только вы заметили, любые выделения, уже запах появился, раздражение, зуд, покраснение, опухлость, для вас это очень яркий симптом, что, скорее всего, это инфекция, передающаяся половым путем. То есть идет какой-то воспалительный процесс. Уже он идет. Соответственно, у женщин выделения в норме должны быть. Это нормально, потому что как раз-таки влагалище у женщин орган самоочищающийся. И поэтому выделения в норме должны быть. Соответственно, они должны быть прозрачные, но может чуть-чуть беловатые, без цвета, без запаха, в умеренном количестве, однородной структуры. Если вы видите, ну, соответственно, больше выделений должно быть в овуляцию, то есть в середину цикла, это создано для того, вот эти слизистые выделения, я часто говорю, что они похожи, знаете, такие как сопли, да, что вот они тянутся, но отличие от именно там выделения из носа, это то, что они без цвета, без запаха, да, они тягучие, их много. Это создано для того, чтобы вот яйцеклетку как бы притянуть, захватить, ой, сперматозоида, да, и к яйцеклетке, чтобы он дошел без каких-либо проблем. Соответственно, в других случаях это, это, конечно же, в других случаях это уже не является нормой. То есть появились выделения их много, они какого-то цвета, там, коричневые, зеленоватые, гноевидные, пенистые, появился запах, появилось покраснение, опрелость, опухлость. Это всё нам говорит о том, что есть тот или иной возбудитель. И вот здесь не надо гадать. Единственный момент, у женщины, как я сказала, очень сильный иммунитет есть в целом, да, плюс ко всему влагалище самоочищающийся орган. И при смене половых партнёров часто женщина может видеть те или иные изменения. Такое, кстати, часто бывает, когда женщина, допустим, ну вот приведу пример, у женщины более одного партнёра. И она, соответственно, то вступает в половой контакт с одним, то с другим. Я, друзья мои, констатирую факт обращения, который есть. То с одним, то с другим. Соответственно, флора у одного одна флора, у другого другая. И поэтому флора постоянно меняется. И здесь женщина видит, что много выделений, вроде бы нет цвета и запаха, но их достаточно много. И постоянно обращается к врачу. То есть приходит, а возьмите мне мазок на инфекции. По мазку ничего плохого мы не находим. Это именно дело во флоре, что флора меняется постоянно. Но, и, соответственно, в таких случаях, ну, крайне рекомендуется всё-таки один половой партнёр. Потому что флоры привыкают к другу-другу. И, соответственно, таких вот жалоб обычно нет. Ну, и, конечно же, регулярно сдавать мазки. Регулярно сдавать. Часто ещё бывают какие-то выделения аллергической реакции на контрацептивы, на презервативы, на латекс. И женщины также с этой жалобой приходят, что у меня аллергия, зуд, раздражение. Увеличилось количество выделений. Поэтому здесь, конечно же, лучше прийти, лучше сдать мазок, получить консультацию гинеколога. Ну, как я уже сказала, и всё-таки, чтобы был один половой партнёр. Это тоже очень важно. Друзья мои, если вы заметили у себя эти симптомы, обязательно нужно обратиться. Либо сейчас лаборатории делают мазки на инфекции, передающиеся половым путём. Либо гинекологу-курологу сходить и сдать мазок. И быть уже, понимать, что есть, и выполнить лечение, да, рекомендованное. Также крайне рекомендую всегда и вам, и партнёру сдавать вместе. И вместе пройти лечение. Потому что, если вы вылечитесь только одна или один, то партнёр будет постоянно вас заражать заново. Это будет бесконечный процесс. Также для мужчин, друзья мои, я разработала специальный препарат «Мужская мощь». Препарат разработан для мужчин. Оказывает влияние на ваш либидо. Потрясающий эффект на потенцию, на эрекцию, на качество сперматозоидов. Поэтому я вам его крайне рекомендую. По одной капсуле два раза в день. Первая ссылка в описании под этим видео. Переходите, заказывайте и чувствуйте эффект. Продолжение следует...